При школу котик, ей понравилось, она на него кликнула. Парнишку завербовали. Да, мы отслеживаем контакты. Когда хакер осуществляет взлом, он пытается скрыть свой IP-адрес. Но тут пошел Голливуд-хакинг. Здравствуйте, я Александр Антипов, главный редактор портала securitylab.ru и более 20 лет занимаюсь информационной безопасностью. Сейчас я посмотрю сцены из нескольких фильмов и расскажу, насколько нереальны. Лайт, что там? Лайт, элит, все плохо. Атаки серьезнее, я еще не видел. Ты перенастроил ДНС? Да. Ну, то есть идет обычная ДДОС-атака, но какая-то визуализация интерфейса, она такая, примитивная. Останови службы. Уже остановил. Грузанул сервера, но они не поднимаются. Их систему натянули по самой неболой. Недоступен. При ДДОС-атаке есть несколько способов реагирования. Самое обычное, мы пользуемся дополнительными провайдерами, которые защищают сервера ДДОС-атаки. Это известный, например, клаудфары в США, в России, это куратор, например, да, компании, которые берут на себя всю ответственность для защиты ДДОС-атак. Но, когда идет ДДОС-атака, мы в большинстве случаев, особенно в самом начале, у нас сервера зависают из-за большого количества запросов, переполнений и так далее. В принципе, перезагрузка серверов при ДДОС-атаке – это вполне нормальная практика, то есть хотя бы чтобы их оживить. Откуда идет атака? Отовсюду, разумеется. США, Финляндия, Таиланд, Кувейс. Перезапустите службы, распределите нагрузку, перенаправьте трафик. Звони в Prolexic, пусть помогут. Что такое? Не думаю, что это просто ДДОС. ДДОС-атака обычно идет с ботов. Боты, они расположены по всему миру, и географическая принадлежность, по сути, не так важна, но по факту, да, больше всего всегда обычно ДДОС-атак из США идет, потому что в США просто больше всего IP-адресов, больше всего устройств, которые взломаны. Произошла ДДОС, при этом говорит, что это не просто ДДОС, а некий руткит, который стоит на серверах. Но при этом эти два события совсем не связаны между собой. Сервера действительно можно взломать, можно установить руткит на эти сервера, но ДДОС вообще никакого отношения к этому не имеет. То есть логическая связь между этими двумя событиями полностью отсутствует. Что такое руткит? Это как сумасшедший серийный насильник с огромным членом. Господи, Ллойд! Это очень хорошее определение. Это надо... Я не знаю, как это в оригинале было, но, конечно, нет, руткит это не такое. А дальше идет, кстати, правильное определение руткита. Это вредоносная программа, способная полностью захватить систему. Она может удалить системные файлы, другие программы, пускать вирусы, червей. Как его вырубить? В этом-то и проблема. Он не видим, его не остановить. Все их сервера упали, и ни один не поднялся. То, что руткит не видим, ну, это тоже неправда. Все вредоносные программы каким-то образом можно обнаружить даже. Хотя бывают вредоносные программы, встроенные на уровне чипов. То есть не операционная система вроде бы не заражена, а какой-нибудь там компонент компьютера заражен, либо биос-компьютер и так далее. В любом случае все это детектируется. Они говорят, что после перезагрузки серверов они не поднимаются, потому что руткит этого не дает делать. Ну, чисто теоретически такое возможно, да. Руткит обычно устанавливает, да, чтобы следить за серверами, а не давать им подняться. Есть такой класс программ вайперов, у которых просто задача сделать сервер неработоспособным, удалить всю информацию. Ну, как бы у руткитов немножко другая задача, это следить за серверами. То есть то, что фраза, что после перезагрузки сервера не поднимается, виноват в этом руткит, это тоже какое-то преувеличение. Они должны были оставить след. Хакеры любят внимание. Это реальная команда. На каком-то сервере запускают команду aus-grep-look, смотрят какие-то там процессы запущенные, да. И рут, это значит, что они системные, эти процессы. Выводится некий список процессов с идентификатором. В принципе, тут все не нарисовано, так скажем. Очень часто хакеры, которые взламывают систему, оставляют некие следы, которые позволяют идентифицировать этих хакеров. В современном мире, наоборот, хакеры пытаются скрыть свои следы, потому что очень много правительственных хакеров сейчас. Если атакует условно там киберпреступная группировка, связанная с какой-то правительством, естественно, они пытаются скрыть принадлежность к этому правительству. Но все равно какие-то следы остаются, например, там кусочки кода, где там комментарии даже в код, где могут быть, там, условно, на русском, либо на китайском языке, и делают предположение, что вирус принадлежит китайцам. Раньше вообще это была норма, то есть автор этого вируса оставляет некое послание. Вот, в принципе, такое встречается часто. Привет, это канал Кубрик, спасибо, что смотрите нас. Партнер сегодняшнего выпуска – образовательная платформа Ката Академия, которая предлагает онлайн-курс Java с оплатой после трудоустройства. Как это после трудоустройства? Все просто. Вы проходите обучение и получаете профессию бесплатно. А уже после трудоустройства перечисляете Ката 17% от своего дохода в течение двух лет. Если вы не потянете программу, то вас просто отчислят, и вы ничего платить не должны. Ката – это индивидуальный подход к каждому студенту. Все ученики идут в своем темпе, а знания проверяются опытными менторами. Если во время обучения возникнут сложности, всегда можно обратиться к сильному сообществу студентов и выпускников, которые мотивируют двигаться дальше. Как попасть на курс? Все просто. Первое – выполнить тестовые задания, которые подходят для людей как с начальным уровнем программирования, так и с нулевым. Это нужно для того, чтобы увидеть заинтересованность в обучении, ведь впереди 7-9 месяцев работы. И второе – быть готовым переехать в Москву или Санкт-Петербург для трудоустройства после прохождения обучения. В этих городах больше вакансий и выше зарплата. Ката гарантирует своим студентам, что после прохождения курса они смогут трудоустроиться на позицию разработчика с минимальной зарплатой от 100 тысяч рублей. Это прописано в договоре. Если условия не выполняются, студент ничего оплачивать не должен. Онлайн-курс Java от Kata Academy – отличная возможность освоить новую востребованную профессию без рисков. Переходите по ссылке в описании, выполняйте тестовые задания и начинайте осваивать язык Java уже сегодня. Добро пожаловать в Центр управления уличным движением Лос-Анджелеса. Эти камеры фиксируют дорожную обстановку, исходя из которой задается алгоритм работы светофоров. Действительно, такая система существует, управление дорожными движениями. И она с каждым годом развивается, во многих странах стоит. Насколько они ее правильно визуализировали, я не знаю, особенно на 2003 год. Но такая система действительно существует, управление дорожными движениями. А я придумал свой цикл. Он круче, чем их. Так что город в наших руках. Хочешь опробовать? Еще как мечтаю. Смотри, красный свет, зеленый свет. Это чисто вот абстрактная визуализация. Такой, я уверен, быть не может. Но сама идея его понятна. Есть система управления дорожным движением. В первом эпизоде он вызывает некую аварию. Просто включаясь, есть светофоры. А конечная цель была сделана, чтобы, например, условно, автомобиль проезжал без красных сигналов. Я так подозреваю, что даже в Москве такое существует. И какой-нибудь правительственный кортеж. У него всегда там зеленый свет горит. Да, то есть такая система вполне реальная. Все светофоры будут зелеными гореть. Это не значит, что сразу все аварии произойдут. Все-таки водители не настолько там будут врезаться друг в друг. Ну, Голливуд хакен. Дэнильс. Да? Что в квадрате 34? Сейчас посмотрим. Эй, эй. Ой, неужели это я? Упс. А, ну ведь здорово. Скажешь, не классно. Ты можешь исправить? Да. Мы высылаем наряд. Правда, не наше дело. Вызывайте спасателей. Светофоры работают. Нет. Просто авария. Так как это удаленный взлом, команда, которая следит за трафиком, они заметили сбой. Но этот взбой быстро восстановили. И они посчитали, что произошел просто сбой. Никакого взлома не было. Ну, тоже немножко за уши притянуто. Во-первых, в таких системах, в принципе, в программном коде должно быть заложено, не знаю, как в 2003 году, но было сейчас, чтобы там все светофоры зеленым светом не загорались. В любой системе существует понятие «недопустимое событие». Недопустимое событие на перекрестке, когда все четыре светофора загораются зеленым светом. То есть программный код изначально должен быть защищен от такой системы. Взлом, теоретически и практически, он предполагает, что мы взламываем систему и как бы нарушаем это недопустимое событие. Если бы это произошло в реальности, то это был очень и очень серьезный инцидент с точки зрения вот такой системы, потому что как бы хакеры осуществили самое такое опасное, недопустимое событие в такой системе. Введите пароль. Они используют программу Nmap. Эта программа актуальна до сих пор. Ее пользуются все безопасники, то есть специалисты по безопасности. В том числе ей пользуются хакеры. Программа позволяет определить службы, которые запущены на компьютере, либо на сервере и так далее. Что делает? Сканирует сервер. Видит, что видите, вверху Open SSH. Видит открытый порт, 22-й порт. 22-й порт принадлежит службе SSH. Дальше. Запускает некий эксплойт. Вот SSH-Nuke, да. Такого эксплойта не было, но в тот момент, вот SSH-V1, CRC-32, такой эксплойт действительно существовал. И он позволял получить полный доступ к серверу. Ну, во-первых, разница, что видите, он спрашивает пароль, некий пароль. Этот эксплойт позволял получить сразу доступ к серверу без ввода пароля. То есть полный доступ. Доступ разрешен. Нигде не видно. Чтобы они не делали, у них всего две минуты. Отключение узлов сети 2148. Вы уверены? Ввод. Ошибка. Отказ системы аварийного энергоснабжения. Падение мощности. В целом, такое возможно, да, что мы взламываем какой-то главный управляющий компьютер, да, и отключили свет во всей системе, особенно в системе будущего. Ну, тоже нужно понимать, что система будущего, да, это куча резервных систем. Нельзя там, условно, вывести из строя один компьютер, чтобы там весь свет в городе потух. Это было бы странно, потому что компьютеры сами по себе ломаются. То есть нужно всю систему вывести. Ну, так, ну, чисто теоретически можно сказать, что взломал центральный компьютер, мы отключили весь свет. Почему бы и нет? Классический фишник, да, люди шлют письмо с неким содержимым, да, заставляя другого пользователя кликнуть на это содержимое, и чтобы пользователь установил какую-то вредоносную программу. Иди сюда, киска. На правильную приманку ловится любая рыбка. Сама того не зная, Герди открыла нам доступ. Здесь это фильм 2000, больше 2010 года, интерфейсы были более новые. Как будто бы снимали раньше, либо какой-то вот, ну, такие были в 90-х годах, ну, может, в начале 2000-х годов, да, такие старые интерфейсы. Сейчас все-таки все выглядит покрасивее. Атака абсолютно реальная, она происходит всегда, это вообще номер один, как взламывают любые компании, отправляет там, в данном случае, котика, сейчас более заощренные атаки идут, там отправляет пользователям компании, там, не знаю, там, письмо от руководства, например, вам увеличена зарплата, если там в течение 10 минут не кликните, вам зарплата не увеличится, например. То есть у человека даже нет времени среагировать на это. Ну, раньше, конечно, на такие ловушки попадали значительно чаще, потому что пользователей даже не обучали. То есть пришел котик, ей понравилось, она на него кликнула, вот. Его IP-адрес скрыт, он проходит между системами, использует сотни разных серверов по всей Европе. Такого, конечно, не существует, что значит скрыт IP-адрес. Мы можем скрывать IP-адрес, да, условно, через VPN, то, что сейчас популярно. Некоторые даже используются из цепочки VPN, там, ну, условно, два VPN. То есть они подключаются к одному серверу, а этот сервер еще к какому-то серверу подключается. Но чтобы это была какая-то цепочка, там, больше, там, двух, ну, это невозможно представить, так никто IP-адреса не скрывает. Даже если такую сделать теоретически, это будет настолько медленно работать, потому что каждый этап замедляет. То есть там, я думаю, что больше трех-четырех попыток скрыть, вот, цепочку сделать, да, там, прокси либо VPN-ов, просто эта система будет неработоспособна из-за больших задержек. Мы вообще координаты формально определить не можем. Мы можем определить, например, провайдера, который использует, условно, то есть на некий район города. Иногда провайдер, он там не заморачивается, делает так называемый обратный DNS-адрес этого IP-адреса. И поэтому по циферкам, которые там есть, можно определить дом, который пользуемся. IP-адрес не привязан к координатам. Он может быть привязан к району города, либо к городу, либо к стране, может быть, привязан. То есть координаты невозможны по IP-адресу. Это было бы слишком просто. Зашла женщина, нажала на кнопки домофона, и мы услышали разный звук на нажатиях кнопок. В какой-то момент это было очень популярно, особенно на старых кнопочных телефонах. И каждая кнопочка издавала разные звуки. Это было очень круто в то время. Сейчас, конечно, безопасность. Даже домофоны современные, они каждый раз случайные клавиши меняют порядок. Не идет там порядок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Они меняют порядок, чтобы стертость была одинаковая клавиша. Оборудование может сфотографироваться, а с целью идентифицировать его, но это слишком сложно. Современные методы фингерпринтинга, то есть исследования оборудования через интернет, они, в принципе, легко позволяют, особенно такое, которое в доме стоит оборудование, легко идентифицировать. Второе, для чего может быть, очень часто вы подходите, и на оборудовании висит логин и пароль. А если вы там возьмете какой-нибудь домашний роутер, всегда на домашних роутерах сзади всегда нарисован логин и пароль по умолчанию. Это, в общем, прародитель современных смартфонов. До этого были КПК, но тут Nokia придумала в КПК встроить сим-карту. Прикольное устройство. В нем был Linux, насколько я помню, на борту, но хакеры его не использовали. Здесь интерфейс командной строки базы данных MySQL. Такая база данных действительно существует, и она сейчас популярна, и сам запрос, он корректен. Вот если ее увеличить, можно сделать. То есть, делается запрос некой полицейской базы данных, которая, наверное, до этого была взломана. Если увидеть этот запрос, то в нем видно, что он ищет имя и фамилию, которые начинаются на букву R и L. Запрос хоть составлен и корректно, но не использует так называемый оператор Like. Это в базе данных, это оператор подобия. То есть, такой запрос, если сделать с помощью оператора Like, он просто быстрее будет выполняться. Но этот запрос корректен. Но после этого запроса, мы видим, выводится некая табличка. Но в этой табличке нет ни одного фамилии и имя, который начинался с буквы R и L. Скорее всего, просто две несвязанные таблицы между собой объединились. Почему так, я не очень понимаю. Хотя интерфейс нормальный, то есть, абсолютно корректный запрос в базе данных произошел. Конец 90-х годов, это вообще настолько реально было. Автомобили угоняли тысячами. И что взлом происходил в момент постановки машины на сигнализацию. Это абсолютно реальная ситуация. Здесь используется прибор под названием частотометр. Я никогда в своей жизни этими приборами не пользовался. Естественно, машины не взломал. Насколько можно взломать с помощью частотометра автомобиль, я не знаю. Но мне кажется, что все-таки взломали немного по-другому. Потому что частотометр, это профессиональный прибор, не используется несколько для других задач. Для тонкой настройки оборудования и так далее. Сама ситуация, она вполне реальна для того времени. Сигнализации были настолько примитивные, что взломать их вообще просто труда не составляло. Может быть, два коротких сигнала на двух разных частотах было идти, например, условно, и сигнал постановки на сигнализацию, и сигнал снятия с сигнализацией, он был одинаковый. Вот в чем проблема. То есть они записывали эту частоту и просто воспроизводили эту частоту. Сейчас, конечно, все сложнее. Сейчас одноразовые пароли идут, определение свой-чужой на сигнализации идет. Сейчас тоже сигнализация взламывается, но сам процесс взлома, он существенно сложнее. Сейчас такое невозможно. Некий паренек, явно не очень технически грамотный, перезагружает свой компьютер. Хопс, он перезагрузил компьютер и заметил, что на него установлено, ну, это какой-то абстрактный, не очень понятно, как это набор цифр и букв. По сути, это некий вирус, который чего-то там просит сделать. В данном случае он рекламный ПО подменяет свой баннер и предлагает сыграть в казино. Это не совсем вирусы, но уже нелегитимная программа. То есть они устанавливают либо плагин к браузеру, самый обычный, когда подменяет баннеры, либо вы просто заходите на какой-нибудь сайт, у вас всплывает всплывающее окошко, сыграйте в нашем казино. В данном случае тут заражает весь браузер, поэтому при заходе на любой сайт у вас будет всплывать это окошечко с предложением сыграть в казино, либо что-то другое. Сейчас он пытается удалить. Вот, малвара. По сути, это злонамеренный ПО без всякой чёсткой реализации. Но чувствуется, что парнишка-то не очень грамотный, что он там в поисковой системе набирает, ищет, как удалить малвара. А это, кстати, большое-большое заблуждение. Такая действительно проблема существует, что производители вот таких не очень честных программ, они делают всё, чтобы как можно выше быть в поисковых системах выдачи. А тут ещё может произойти такая ситуация, что как бы у тебя уже стоит шпионское ПО на компьютере, да, и оно может подменять результаты поисковой выдачи. Это тоже абсолютно нормальная вещь. Чтобы по поиску, как удалить это шпионское ПО, он установил ещё одно шпионское ПО. Заметьте, это называется фишинговый сайт. Он выглядит как абсолютно сайт какой-то известной конторы. Вполне возможно, что там интерфейс скопированный и так далее. Может быть, даже какой-то буквой отличаться. Один сайт подменяем другим. Здесь, возможно, даже и подмены не было. Просто был некий абстрактный сайт, который якобы защищает от вредоносного ПО, а на самом деле ещё одно вредоносное ПО устанавливает на компьютере. На самом деле в мире ещё были скандалы, когда программы, которые предназначены для удаления шпионского ПО, ты скачиваешь эту программу, да, так называемую трио-версию. Вроде бы программа легитимная. Запускаешь её, она находит несуществующее ПО. А чтобы удалить это несуществующее ПО, ты должен купить эту программу. Парнишку завербовали. Завербовали, потому что он установил на свой ноутбук шпионское ПО, которое записывало всё на камеру. Во-первых, после таких случаев, да, очень популярно стало заклеивать камеру, да. Мы не знаем, записывает камера или нет, но абсолютно сейчас на всех современных устройствах, да, если камера что-то записывает, на ней индикатор есть. Есть более простые способы вербовки человека, чтобы установить им на него компромат какой-то записывать. Ну, просто так людей не вербуются бы. Ну, шантаз через веб-камеру – это распространённая вещь, в том числе и сейчас. Когда хакер осуществляет взлом, он пытается скрыть свой IP-адрес. В 90-х годах понятия VPN практически не существовало. И как хакеру можно было скрыть свой адрес? Нужно было подключиться к чужому модему. Он тут провёл классическую атаку социальной инженерии, которая сейчас вообще-то одна из самых атак, которая вообще во всём мире используется. И подменил таким образом свой IP-адрес. Ну, не со своего же взломать, грубо говоря. Он взломал телевизионную программу. Скорее всего, действительно были такие сложные устройства, когда видеокассеты робот подменял друг к другу. Он просто заменил одну видеокассету другой. В целом, вся визуализация, я думаю, это случайным образом сделана. Такой визуализации быть не может. Но он поднял очень такую серьёзную проблему – взлом прямых трансляций. Особенно в момент кибервойны, то, что вот сейчас происходит. Само эфирное вещание взломать крайне сложно. Но если это эфирное вещание транслируется в интернет, то его взламывают крайне часто. И даже в тот момент он поднял такую проблему, о которой тогда никто не думал, что можно взломать эфирное вещание и делать какие-то вещи там. Особенно в процессе кибервойны это вообще просто распространено. Пытается взломать пожарную систему здания, я так понимаю, школы. То есть такая визуализация может быть и в то время. Возможно, даже скриншот какой-то реальной программы. Потому что уж больно она так красиво выглядит. И интерфейс того времени. Установка времени систем проверки пожаротушения. Новое время установлено. Ничего общего с этой проверкой нет. Проверка пожаротушения происходит по-другому. Но вот сам факт, можно ли удаленно заставить срабатывать пожарную сигнализацию, он остается открытым. Современные атаки, они позволяют делать такие вещи. Я, честно говоря, не слышал, что именно пожарную сигнализацию таким образом взломать. Но это вполне реальная атака. Удаленный взлом системы, чтобы вызвать затопление помещения, причинить ущерб компании. То есть это вполне возможно. Тебе платят именно за то, чтобы ты этого не допускал. Кое-кто поленился прочитать мою инструкцию о часто используемых паролях. Где я подробно расписал самые часто используемые пароли. Это любовь, секс, секрет и бог. Проблемы часто используемых паролей. Это проблемы в интернете, актуальны до сих пор. И есть список паролей, которые часто используемые. Единственное, что я не знаю, почему там такие странные пароли. Выбрал там лаву и так далее. Возможно, что во время это были популярны. И сейчас, насколько помню, там сам популярный пароль, там типа либо 6 единичек, либо пасворд пароли. Если 5 миллионов долларов не будут переведены на следующий номерной счет в течение 7 дней. Тут 5 миллионов долларов требуют. Сейчас суммы доходят и до 100 миллионов. Я знаю, что и 200 миллионов долларов требуют суммы за взлом крупных компаний. То есть это вымогательское ПО. Оборот его это миллиардный доллар обороты. И сейчас, что самое удивительное, что этим занимаются не только киберпреступники, но занимаются целые страны. Например, там бюджет такой страны, как Северная Корея, очень сильно пополняется за счет киберпреступников. То есть по некоторым данным, это официальные данные ФБР, по-моему, либо ЦРУ, я уже не помню, они говорят, что минимум 5000 человек сидят. Представьте, армию 5000 человек, хакеров, которые с утра за вечер занимаются взломами, вымогательством и так далее. Я опрокину 5 танкеров лотилии Эллингсон. Это был это вирус Леонардо да Винчи. А прокинут танкер, это громко сказано. В общем, в то время таких систем автоматизации не существовало, да и сейчас их не существует. Любое подобное устройство можно перевести в ручной режим, да. Но как минимум оно не затонет. Но чтобы вот хакеры к чему-то такому приводили, там, затопление танкеров, даже сейчас это представить себе сложно. Это не вирус, это червь. И что он взлет? Он откусывает. Видите все это? Это каждая из финансовых операций руководителей Эллингсон. От миллионных сделок до 10 баксов, которые кто-то заплатил за газ. Съедает пару центов с каждого перевода. И никто не заметит, потому что деньги-то не исчезают. Они перемещаются как данные. А когда червь наготове, он сматывается с деньгами и заметает следы. Так, в принципе, отображает двоичный код программы, да. Это абсолютно. Но это не код и какой-то реальной программы. Повторяющих цифр многое так далее. Черви – это подвид вируса, по сути, да. То есть подвид злонамеренной программы. Сейчас слово «вирус», оно из-за выхода ушло. Сейчас ушло понятие «малвары». Это программа, которая выполняет злонамеренные действия. Поэтому говорить, что это не вирус, а червь, это не очень корректно, потому что, по сути, это один класс программы, да. То есть один подвид другого является. Нет, таких я червей никогда не слышал. И вообще это делать довольно-таки бессмысленно, да. Откусывать кусочек какой-то транзакции. Потому что, как бы, ну, если у тебя есть доступ к банковскому счету, проще сразу его опустошить, чем там сотую долю процента высчитывать. Но подобные атаки существуют. Но вообще это очень культовый фильм. Говорю, что фильм «Хакеры», он поднял в то время многие проблемы, которые актуальны до сих пор. И вообще многие те, кто занимается компьютерной безопасностью, либо хакерством, да, они вдохновение получили после этого фильма. То есть что можно... То есть там было рассказано о некоторых вещах, которые вообще никто в мире не подозревал. То есть обычный пользователь, да, что такое вообще можно сделать там, как-то, да. Это действительно можно сделать. То есть не совсем там какая-то супер-супер фантастика. Начнем-ка мы с теста на пригодность. Каждый из вас должен выстроить тайную коммуникационную сеть в родном городе. Сначала разворачивайте, делайте резервную копию, уничтожайте, снова поднимайте. Смысл упражнения – иметь как постоянный результат работоспособную, защищенную сеть. Ну, это абсолютно абстрактная визуализация. То есть сейчас ходят там патч-корды, дергают. Это тоже никакого отношения не имеет. Самая главная проблема, которую они подняли, да, и вообще за что Сноуден сидит в России до сих пор, что существует система контроля, да, за пользователями во всем мире. Мы в интернете оставляем так называемый цифровой след, цифровой отпечаток. Этот цифровой отпечаток, он вообще вот, он привязан к пользователю. Его отследить довольно-таки легко, и защититься от этого, ну, крайне сложно. Иногда практически невозможно. Сейчас стандарт вводится, который узаконенно вводит этот цифровой отпечаток в глобальном единой базе данных, но при этом хотя бы позволяя пользователю контролировать эти данные. То есть в любой момент ты можешь там, если сказать, удалить, их удалят, да. То есть как бы с одной стороны это в публичную область вышло, с другой стороны хотя бы пользователь хоть что-то может сделать. То есть в таком виде, как здесь представлена система, по сути, пользователи бесправят. За ним следят, но ничего он толком сделать не может, потому что он никак не контролирует свои данные. В новой системе предлагается пользователям контролировать свои данные хоть каким-то образом. Хотя, с одной стороны, это тоже нарушает приватность. То есть мы официально признаем, что все данные пользователей, весь цифровой след пользователя, он контролируется. Дело в том, что ты не просто следишь за подозреваемым, ты работаешь с огромным количеством мета-данных, а именно наблюдаешь за людьми, которые с ним в контакте. Например, ты отслеживаешь мутного иранского банкира из Бейрута, но не только его самого, а всех, с кем он общается. Да, единственное, что цепочка на второй и третий, там дальше говорится, что это несколько миллионов человек. Дальше третьей цепочки отслеживать сложно, там уже миллиарды станет. Да, мы отслеживаем контакты, огромные базы данных потом сопоставляют эти контакты. Так, по сути, работает компьютерная криминалистика. Большинство преступлений, так или иначе, в которых задействован либо мобильный телефон, либо интернет, во всех странах раскрывается таким образом. То есть мы делаем, условно, распечатку телефонных звонков, распечатку провайдера, кто куда заходил, и сопоставляя вот эти огромные массивы данных, мы находим связи в этих массивах данных и находим какое-то либо преступление, либо, я не знаю, измена государству, либо что-то еще. Так это и работает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!